всем приветики с вами Ольга и я вам желаю здоровья и счастья и радости любви мои дорогие и сегодня вместе с вами мы будем что-то готовить на моей кухонке будем готовить вместе с вами в прямом эфире так сказать сегодня у нас рыба духовки вот такая у меня сегодня рыба называется она орато по-русски я не знаю как она называется но в общем вот такая вот рыба может быть это карп вполне возможно как я уже говорила итальянцы рыбу не чистят только внутренности убирают и все поэтому мы тоже ее чистить не будем а внутренности у нас уже и нет это не у нас а в рыбе кладем ее на противень вот такой у меня противень я его делаю с бумажкой пергаментной чтобы эту бумажку выбросила и все дела и у нас противень получается чистый сегодня мы будем готовить это все делом с такими вот овощами сейчас я вам покажу вот у нас тут перец и потом оливки сейчас я покажу по-другому вот так вот так сегодня картошку я не буду класть сегодня у нас и помидорчики перчик один дзукин и фенокио не знаю как называется у нас по-русски и если вообще у нас такой вот овощ ну и оливки оливки мы тоже очень даже любим особенно когда они из духовочки вместе с рыбой проварились а сестра мы с вами вместе это дело будем готовить дорогие мои так что готовьтесь так рыбу мы уже положили и сейчас мы будем туда добавлять овощи короче чистим сначала наш фенокио не наш вот такой овощ потом чистим перчик ну и все это дело я укладываю возле возле рыбы и так поехали сначала все овощи режем и сразу туда вот сначала я порезала фенокио кстати фенокио научилась есть вот прям буквально 10 лет назад когда работала у безногонькой бабушки потому что в сыром виде я вообще на него смотреть не могла а она там приготовила в общем ей там женщина приготовила это фенокио чуть-чуть прям пять минут прям на сковородочке в воде а потом когда уже вода испаряется в конце ну немножко присолить и она клала туда такой сыр который сам растворяется выключала крышечка закрывала и получилось очень вкусно вот я с того момента начала есть вот этот фенокио сейчас я уже его ем нормально и сырой благодаря бабушке я научилась его есть очень полезный потому что в нем такие эти листики сейчас я покажу вот такие вот зелененькие как наш укропчик он и по идее такой же и вкус и у этого корня так сказать такой же как у нас укроп дальше поехали мы порезали перец красный я люблю чтобы было все у меня разноцветное то есть жизнь должна радовать красками фенокио нас белый перчик у нас красный теперь мы будем нарезать наш сукина цукин или как там по-русски в общем кабачок если наш сукин кабачок и посмотрите какая он на какой разнообразие красок у нас уже есть то есть белый и красный и зелененький сейчас мы еще добавим помидорчики наши маленькие и потом оливки и посмотрим какая красота у нас еще больше получилось же с оливками и с помидорчиками вот такая красота у нас получилось немножечко там где нет рыбы то что рыба морская она уже соленая чуть-чуть даем соли потому что оливки еще у нас тоже соленые еще конечно я даю свои приправы которые вот у нас такая волшебная приправка с перчиком красным потому что мы пикантненько и любим так это мы посыпали теперь у нас осталось немножко я делаю винным уксусом вот у нас сачета дивину или белым вином прям совсем совсем капельку раз и после того как вот уксусом уже чуть-чуть тоже даю оливковое масло вот такой у нас сегодня оливковое масло экстра верджини де олива мы его тоже немножечко даем сверху и на рыбку и немножко на все овощи то что она потом получается очень вкусно и приятно и полезно вот и все дорогие мои вот такое блюдо это можно кормить аж троих человек потому что кажется что ерунда ерунда один дзукин один это самое всего по одному а я даже без картошки потому что и так получается много овощей смотрите какая красота ждем где-то получается и все и блюдо готово не надо ничего там стоять возле него там жарить парить и так далее ждем и так мои дорогие рыба у нас готова и сейчас мы будем сервировать по тарелочкам поскольку как я уже говорила рыбу здесь не чистят имеется виду чешую не убирают поэтому сначала мы убираем отсюда овощи я делаю такой вот ложечкой знака на одну из тарелок и на второй точно нас двое но если трое значит на три тарелочки сразу я убираю эти овощи чтобы осталась у нас одна только рыба вот смотрите какая красотища вот такие вот у нас овощи получается уже готовые видно там или не видно очень получается много 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 овощей ну такое легкое блюдо получается потому что овощи и кусочки рыбы и все и для этого правильное питание здесь уже практически любое может это делать кто на диете сидит здесь абсолютно ничего нет противоестественного так сказать овощей получилось у меня очень много хотя всего один маленький кабачок один перчик и вот этот фенокки и еще оливки и все больше ничего нет дорогие мои а вот получилось по целой тарелке то есть это можно даже не на троих а на четверых эти овощи потом сервировать ну я сделаю на двоих мы овощи любим и мы их съедим вот и когда я уже вот нашу вот эту вот форму освобожу от овощей и у нас остается одна рыба рыбу я вот сейчас буду очищать просто убирать вот эту вот чешую вместе с кожурой то есть она у меня остается почему я сюда делаю как он за такую бумагу делаю пергаментную чтобы здесь сразу оставались все вот эти принадлежности видно меня нет видно то есть я убираю вот эту кожуру дорогие мои раз вот этот верхний слой рыбы я в общем продолжаем убирать наши вот эту кожуру как я говорила уже убрала вместе с чешуей и теперь я аккуратненько вот это вот филе уже рыбное просто кладу на тарелочку половину рыбы на одну тарелочку и половину рыбы на другую тарелочку то есть у меня вот эта центральная часть центральная кость она остается здесь на бумажке потом я про вместе с бумажкой и убираю и все и пожалуйста но конечно я большие кости не вытаскиваю то есть вот этот вот спинной хребет у меня здесь тоже остается на бумажке голова у меня тут тоже остается на бумажке и вторая часть вот у меня филе то есть вторую часть филе я уже на вторую тарелочку тоже выкладываю вот так вот у меня получается то есть я оставляю здесь полностью всю вот эту кожуру вместе с чешуей у меня здесь только 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 филе все остальное это вместе с бумажкой выбрасываю и мило и мило сюда что я еще добавляю для полного счастья для полной красоты я сюда добавляю еще немножко петрушечки потому что петрушечку можно и сначала и в конце она убивает рыбный запах ну и конечно красоту делает можно сверху еще сделать немножечко попались маслица оливкового но поскольку у нас уже там она есть внутри я его поливать не стану и посмотрите какая красота у нас получит то есть вот таких вот два блюда ну сегодня венчанцы будет есть вечером а я себе сделала обед вот такая вот обед у меня получилось сегодня красное вино у меня потому что я белые не очень люблю в общем получается рыба с овощами ну и бокальчик вина ну а вчера я еще делала запеканку с рисом то есть у меня есть на сладкое тоже все приготовлено ну что еще хочу сказать приятного аппетита всем если мой рецепт понравился ставьте класс все очень просто и полезно и вкусно и самое главное что не жирно жирно не жирно это вы решаете сами короче вот приятного аппетита рыба с овощами в духовке от ольги раз-два-три и готово